17 дней отделяют нас от главного праздника страны Дня Победы. Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин. Факты стратегической наступательной операции были озвучены юно-армейцами на мероприятии в Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска. О финальном аккорде Великой Отечественной войны в репортаже Альбины Ламковой. Поставленная задача перед Белорусским фронтом была непростой. От исхода боя зависела уже выстроенная концепция военных действий, рассказывает Юлия Атлисова, руководитель объединения «Юный поисковик» Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска. В большинстве случаев люди мало знают про Берлинскую операцию. Мы хотим просто подчеркнуть, что это значимое событие для нашей победы. Очень мало материала в интернете. Такое значимое, солидное событие. Фотографий мало. Они перекатывают из одного видео в другое. Я вообще была в шоке. Однако подготовленный видеоматериал получился достаточно емким и содержательным. Юно-армейцы вместе со своим руководителем Юлией Атлисовой проделали кропотливую работу по изучению хронологии заключительных военных действий в Берлине. Берлинская стратегическая наступательная операция – одна из последних на Европейском театре военных действий. Она продолжалась 23 дня и была подготовлена, в отличие от многих других крупных операций Великой Отечественной войны. Всего за две недели. Операция была главная. Благодаря ей наши войска выиграли победу. Военные действия начались 16 апреля 1945 года. Ни одной армии еще никогда не приходилось брать штурмом. Такой огромный, сильно укрепленный город. Общая площадь Берлина составляла почти 900 квадратных километров. Чуть больше двух недель понадобилась Красная армия, чтобы разнести в щепки последние рубежи гитлеровской обороны и водрузить знамя над Рейхстагом. Сейчас символ победы находится в Центральном музее вооруженных сил Советского Союза. Знамя было передано на хранение 25 июня 1945 года. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.